Неоднократно в своих выпусках мы освещали проблему санитарного состояния нашего города, однако от этого вокруг чище не стало. Руководство управления городского хозяйства неоднократно обращалось к местному населению с призывом по соблюдению порядка и чистоты на городских улицах. На этот раз их внимание привлекла улица Саятнова. Вдоль данной улицы до сих не убраны рабочие каркасы, киоски, оставшиеся на этом месте со времени летнего периода. На сегодняшний день вся эта утварь приобрела вид мусора, которое выглядит далеко неприглядно. Такая ситуация прослеживается и на других улицах нашего города. Из-за нашего потребительского хамского отношения к своему городу очень тяжелое санитарное состояние. Вот видите, сзади меня люди торговали, временные торговые точки были, поторговали, бросили, все ушли. Вот сейчас мы вынуждены сами убирать. Они наторговали, пользовались бесплатно электричеством, провода потянули и торговали, деньги заработали, бросили, ушли. Сейчас мы вынуждены убирать отсюда. Мы одни ничего не можем, власти ничего не могут сделать. Народ сам должен проснуться. Уже пора проснуться на самом деле, следить за городом, за чистотой. Если сосед бросает, надо ему сказать, не делай, надо остановить. Если этого не будет, никогда не будет в городе порядка. Вы сейчас дальше пройдете, посмотрите, увидите, что творится. Выносят из дому, кидают, стихийные свалки организовываются по всему городу. А убирать, понимаете, это никогда не получится. Наша одна организация, наша не может ничего сделать в городе. Чтобы был порядок, надо совместная работа общественности, жителей города. Руководство района в свое время оказало помощь местным предпринимателям, дав разрешение на право выносной торговли. Летний период давно прошел, но никаких мер по устранению рабочей утвари и мусора не предпринимается. В связи с таким безответственным и безразличным отношением к своему городу, в отношении нерадивых предпринимателей будут приняты соответствующие меры. В частности, они лишатся права выносной торговли и возможности арендовать желающую территорию.